В Люберецком социально-реабилитационном центре для несовершеннолетних провели областной семинар. Он был посвящен методам реабилитации детей с ограниченными возможностями. Приклеить крылья, носы, глазки маленькой птичке – задание несложное для школьника, но для Ксюши это очередная победа. И такие достижения происходят в социально-реабилитационном центре каждый день. Для этого здесь есть самое разнообразное оборудование, профессиональные педагоги и психологи, инновационные подходы к обучению и общению с особенными детьми. Это музыка? Да. Мы всегда под музыку занимаемся. О музыкальной игровой терапии педагоги, представители Министерства социального развития и родители говорили на областном семинаре. В ходе встречи директоры специалиста Люберецкого социально-реабилитационного центра рассказали о своей работе, инновационных методиках и, главное, основной программе, которая помогает детям стать полноценной частью нашего общества. Мы готовим ребёнка к тому, что мы отпускаем его в социум. И чтобы он был готов, мы, значит, смотрим динамику реабилитации, проводим динамику реабилитации ребёнка с ограниченными возможностями и отпускаем его в социум с мамой в постребилитационное сопровождение. Сам период реабилитации длится три месяца. За это время, помимо занятий с педагогами и психологами, ребёнок посещает бассейн и культурно-массовые мероприятия. Учатся взаимодействовать с людьми, находят новых друзей и осваивают новые таланты. Здесь любовь и таброта, здесь ему научат, потому спешим сюда, мы хотим быть лучше! Выступление детей – это, конечно, главный показатель отличной работы педагогов. Их профессионализм оценила также представитель Министерства социального развития Московской области Светлана Павлова. Больше всего поразили улыбки детей, улыбки специалистов. Всё на позитиве. Одно из лучших учреждений, одно из лучших отделений, несмотря на то, что в данном направлении центр работает недавно, работа представлена очень хорошо, очень яркий, солнечный, радостный, весёлый центр. На сегодняшний день реабилитацию в центре проходят 220 детей. В будущем планируется увеличить эту цифру, чтобы помочь всем, кто в этом нуждается. Кристина Моносорян, Дмитрий Шарапов, телеканал ЛРТ.